Борьба с распространением наркотиков ведется во всем мире, но свой вклад может вынести каждый. О том, как с этой задачей справляются студенты лингвистического университета, рассказал уполномоченный по правам студентов Олег Пекунов. Проблема со здоровым образом жизни у нас, я считаю, на очень высокую оценку, наверное, можно оценить, поскольку регулярно проходят профилактические мероприятия по противодействию употреблению, распространению наркотиков, алкоголю, табакокурения. Ежегодно проводятся крупные спортивные фестивали, направленные на пропаганду, поляризацию здорового образа жизни. Причем это носит не только какой-то такой формат отдельных мероприятий. Эта работа ведется повсеместно и на лекциях, и на парах, на учебных занятиях, на занятиях по физкультуре. Мы регулярно с студентами общаемся и проводим с ними мероприятия в каких-то новых интересных форматах, которые могут их именно завлечь чем-то интересным. Когда просто лекции, ну это уже, наверное, приедается. А вот когда проходит мероприятие, аналогичное сегодняшнему, спам против наркотиков, вот это становится интересным, потому что каждый студент, потратив всего там несколько копеек, имеет возможность внести свой вклад в борьбу с распространением наркотических веществ на территории города, и в том числе около своего родного университета. Плюс ко всему студент осознает, что он задействует иностранный язык в рамках данного мероприятия. И спам против наркотиков, вот эта акция, которую мы хотим сделать традиционной, в чем ее прелесть? В том, что она может быть очень массовой. Потому что каждый студент может, заведомо зная телефон тех распространителей, которые есть около университета, отправить туда смс-ку. Это не требует личного нахождения в спортивном зале, допустим. Это не требует каких-то временных больших затрат, финансовых затрат. Просто взял, отправил смс-ку на иностранном языке, и, по крайней мере, ты будешь знать, что сегодняшний рабочий день этой организации, которая занимается распространением, он будет сбит с толку. Они не смогут функционировать, поскольку, представляете, вот в университете учатся 3000 человек. Если хотя бы полторы тысячи отправить студентов смс-ку, то, скорее всего, после такого рабочего дня, даже в середине такого рабочего дня, наркоторговцы просто отключат свой телефон и больше его использовать не будут. А мы закрашиваем те номера, которые есть около университета. Поэтому, как минимум, на неделю там и на сколько-то их рабочий процесс прекратится. Им придется новую рекламу рисовать. Ну, а мы будем оперативны и эту рекламу закрасим, и на очередной номер отправим, опять же, такое же количество смс-ок. Плюс ко всему, наверное, это не совсем привычно для таких людей, которые торгуют смертью, вдруг получать какие-то смс-ки на иностранных языках, которых они вообще не понимают, я думаю. Причем в таком количестве. У них сладится, наверное, впечатление, что на них весь мир ополчился. Ну вот, поэтому мы надеемся, что и такие мероприятия тоже несут вклад в популяризацию здорового образа жизни в нашем университете. Мы искренне на это надеемся и хотим, чтобы студенты не только как шоу это воспринимали, но и как реальную работу, которая помогает бороться с наркотиками. Ну, а когда студент сам лично поучаствовал в чем-то, ему становится интересно, в дальнейшем он также хочет что-то новое, какие-то новые мероприятия. Главное – пробудить интерес у молодежи. Вот если интерес есть, соответственно, вся работа будет не на смарку. Если это какие-то обязательные мероприятия, которые просто навязывают, ну, молодежь от них участвует, но удовольствие, может, не всегда получает. А если вот заинтересоват молодежь, то мы поднимем наш здоровый образ жизни, уровень нашего здорового образа жизни в нашем университете еще на более-более-более высокий уровень. Мы уже второй раз сотрудничаем с управлением МВД по Нижнему Новгороду и с общественным советом управления МВД по Нижнему Новгороду. Это наша вторая совместная акция, которая, надеемся, станет традиционной. Вы заметили какие-то новые возможности, когда вы сотрудничаете с правоохранителями органами? Конечно. Во-первых, мы ощущаем то, что вот те номера, которые мы обнаружили, на которые мы отправляли смс-ку, они не только будут заблокированы, но по ним будет проводиться работа. Мы их передаем сотрудникам полиции. Они проводят рискные работы, они стараются найти этих распространителей. И я знаю, что есть очень хорошие примеры, когда по сотым телефонам именно вычисляют этих людей, находят. Мы как раз сегодня общались с представителями полиции о том, что буквально на этой неделе был задержан один из распространителей наркотических веществ. Надеемся, что эта тенденция будет продолжаться дальше. И всегда прекрасно и комфортно ощущать, что полиция рядом с тобой всегда находится и помогает студентам. Студенты видят то, что сотрудники полиции заинтересованы в этом, еще больше чувствуют свои действия и уверенности. Вы знаете, мы здесь даже не боимся какой-то цензуры, мы не проводим, поскольку мы считаем, что бороться с такими негодяями можно абсолютно разными способами и словами. Поэтому мы так и говорим студентам. Вот как хотите обзывать их на странных языках, как хотите, так угрожайте им. Главное, чтобы эти мерзавцы отвязались от нашего, по крайней мере, от нашего университета и больше здесь не распространяли нигде поблизости и не рекламировали наркотические средства. Мы даем им возможность обзывать и угрожать им как хочешь, лишь бы только эти мерзавцы от нас отстали. Но, как правило, студенты пишут, что вы такие-то негодяи, паразиты, вы убиваете молодежь, если вы попадете в группе наших студентов, мы вас там убьем, уничтожим и так далее и тому подобное. Но понятно, что это все лишь, так сказать, форма воздействия. Никто это реально делать не будет, но я думаю, что никому не будет приятно получать такие смс-ки, и мы надеемся, что, может быть, вот это и позволит нам как-то остановить вот этот процесс, по крайней мере, еще раз подчеркиваю, около нашего университета. Продолжение следует...